Босс, мы в эфире? Ребята, всем привет! Всем привет! Надеюсь, нас видно, слышно. Сейчас я тоже все настрою телефон, чтобы видеть себя. Так. Сейчас, босс, что тут надеть надо? Народ! Всем привет! Как нас слышно? Напишите. Все ли хорошо? Видно, слышно? Вот, мне настроили. Сейчас я тут... Нет звука, говорят. О, хорошо. Так. Так. Ну, наверное, звук есть. Все. Можно начинать. Хорошо. Ребята, сегодня тема нашей лекции – это подготовительные шаги и как правильно начинать свою хореографию. На самом деле, это один из очень важных аспектов, да, то есть как запряжешь, так и поедешь. И то, что мы видим иногда на турнире, не всегда данный момент используется себе в преимущество. Иногда просто как-то какой-то набор действий не связан, допустим, со следующим движением. Поэтому мы сегодня хотели бы обсудить топ-3 наиболее популярных подготовительных шагов в начало своей хореографии, вот, и рассказать особенности каждого. Да, и вообще, ну, рассказать, зачем нам нужен подготовительный шаг, что мы, собственно, готовим, да, потому что, ну, вот лично у меня я встречалась, к сожалению, очень часто с такими… Уникумными. Нет, наверное, такие моменты были, да, у нас в уроке, да, и спрашивала просто вообще, ну, ребенку уже взрослого, то, что отзора, а зачем тебе нужен подготовительный шаг? Ну, так эффектнее. И потом еще раз вопрос такой, зачем тебе нужен подготовительный шаг? Нет, следующий вопрос был, он же такой, окей, что ты готовишь? Что ты готовишь, да? Могу. И тут вот я уже, конечно, выпадала всегда в осадок, ну, ладно. Ну, это взрослась в осадок. Не стоило больше учить ученика, и, в общем-то, потом уже мы обсуждать, зачем он нужен. Так, Дмитрий Алексеевич, зачем нам нужно подгадать этот шаг? Чтобы подготовить ногу. А если серьезно, чтобы подготовить? Чтобы подготовить, ну, следующую фигуру, движение, тело, вес, разогнать. Да, в первую очередь, конечно же, вес и амплитуду. То есть, когда мы с вами начинаем с места, всегда амплитуда, она будет, ну, недостаточная, то есть, она будет скованная. Да, и чтобы уже с первого движения задать нужную амплитуду, потому что, когда мы с вами переходим из фигуры в фигуру, как правило, ну, может быть, вы тоже вот обратите на это внимание. Не так сложно, как когда мы начинаем сначала, да, это как раз из-за того, что не всегда получается набрать вот эту амплитуду и разгон. И, соответственно, как раз вот для этого нам нужен подготовительный шаг. И сейчас, вот, да, если мы смотрим 20 лет назад, когда мы еще, да, там только начинали какие-то такие серьезные вещи изучать, ну, в принципе, все начинали одинаково практически, да, то есть, был примерно один и тот же вариант начала, да, подготовительный шаг, и, как правило, если это был медленный вайс, то все начинали с половины правого поворота, если это был медленный фокстрот, то все начинали с шага перо. И подготовительный шаг тоже был такой уникальный, да, классический, да, универсальный, универсальный, да, подходящий подо все. Сейчас, да, если мы посмотрим, очень много вариантов начал, да, что это нам дает? Это нам дает мобильность в зале, то есть мы не всегда привязаны к одному и тому же месту, к одному и тому же вузу, который мы можем начинать. То есть, если, допустим, ситуация на паркете заставляет нас начинать из другого угла, допустим, вы выходите, вы видите много пар, да, вы не становитесь в эту толпу, вы просто берете спокойно, переходите в другой углу, начинаете. Что-то взял, что они не встают, они встают. Ну, те, кто более опытный. Идет там, где есть свободное место и начинает, возможно, не с начала своей вариации, а с какого-то места, да, и вот сегодня мы как раз поговорим, как грамотно начать вариацию, да, неважно с какой фигуры вы начинаете, то есть, ну, какие-то вам основные такие советы дадим. Да, начнем мы с самого классического, с самого такого, наверное, известного, который использовался уже много-много десятков лет назад и который сейчас, к сожалению, сейчас я хочу поближе туда идти, еще раз уточнить, к сожалению. К сожалению, не так часто используется, да, но он, для меня, это король подготовительных шагов. Ой, мы в сердце появились, нас четыре. Оу! Нас четверо, ребят. Оу! Настроим. Так, значит, смотрите, вот этот подготовительный шаг, я думаю, все вы прекрасно знаете, когда партнер на левую ногу, на правую, и отсюда пошел правый, там, допустим, дворок. Вот, давайте его разберем, это вот король, грубо говоря, для меня, король подготовительных шагов. Что надо тут понимать? В первую очередь, ритм, в котором это все делается. Есть несколько вариантов, для меня самый, наверное, классический, он и самый хороший, когда мы на левую ногу, мыступаем на раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Кто-то любит делать такое движение. Раз, два, три. Раз, два, три. То есть, в принципе, ну, на один счет только шаг на три туда, да, и сразу же обратно. И движение так вот, через верх. Я думаю, что это хороший вариант для детей. То есть, нет, вообще классический все равно лучше для детей. Но если бы и такое использовать, то, в принципе, наверное, только в каких-то вот начальных возрастах. Потому что немножко суеты много, и не успеваешь тело как раз разогнать, да, получается как с ноги на ногу слишком рад. Поэтому мы поговорим о более классическом, когда каждый шаг на три счета. Раз, два, три. Раз, два, три. Что касается действий, что происходит на каждой из счетов. На первый счет, естественно, перед первым счетом, на три, я уже начинаю давить в ногу, да, я подготавливаю свой движение. То есть, мне надо подготовить подготовительный шаг. Из ниоткуда он уже тоже не возьмется. То есть, я начинаю давить в оборную ногу, в правую в данном случае. Переношу вес. Дальше. Ну, тут очень важно понимание того, что сначала перенести вес, а потом создается вращение. То же самое в обратную сторону. Сначала перенести вес, и потом создается вращение. Вот это, что касается вот этих вот боковых шагов, очень важна последовательность действий, да, чтобы правильно относительно друг друга находиться. Если я сольчик и сделаю, у нас первый шаг в сторону, да, мою левую или направо. Это мы подготавливаем, последующий шаг, который будет вправо. Соответственно, надоем три. Раз, перенос веса, подъем и вращение. Дальше опять продавили ножку, перенос веса, подъем и вращение. Вот это вот основные моменты, которые надо постоянно следить. То, что есть и подъемы, и спуски, и также вовремя создается вращение. Перенос веса и вращение. То есть, ни в коем случае не сначала, то есть, я сделаю неправильную последовательность. Сначала начну вращаться и потом переносить вес. Сразу же партнерша уже начинает за меня поваливать. То есть, очень важно для партнера ощущение, что он сначала идет с правой на левую ногу, ведя вперед правую сторону, доходя до левой ноги, используя левую сторону. Теперь, наоборот, на правую ножку он ведет в левую сторону и, доходя до ноги, уже идет вращение и вперед уходит правая сторона. Да, то есть, получается такой, как зигзаг тела и низа. И постоянно колени, они мягкие, да, чтобы не было вот этого момента. Во-первых, ребят, если у вас какие-то вопросы, да, вы пишите их, пожалуйста. Мы на все ответим обязательно в самом конце лекции, да, то есть, мы походу сейчас не отвлекаемся. В самом конце мы на все ответим, а так вот, ну, постараемся, по крайней мере, успеть. Да, сразу говорить то, что после нашей лекции здесь зал замер, поэтому мы не можем задерживаться на секунду. Поэтому, кто не успел, уж простите. Вот, ну вот, ну вот, вот так, да. Теперь, ну вот я хотела бы рассказать, наверное, немножечко о положении партнерши в этом подготовительном шаге, потому что тоже очень часто бывает такое, что партнер говорит, ну вот мы выстроили позицию, вроде все, партнерши, да, влево. Ну все, вот первый, третий шаг, партнерши уже на центр. И да, действительно, это непростая, вроде бы, казалось бы, два шага туда-обратно, да, но из-за того, что у нас происходит левое вращение, здесь, конечно, непросто бывает партнерши остаться в своем растяжении. Что важно здесь учитывать, да, у нас, я, наверное, лучше сейчас лицом останусь, чтобы уходит слышно, а то есть я спиной ворочусь не слышно. Вот получается, сейчас я подальше отойду, чтобы было видно ноги, мы делаем с вами подготовительный шаг, партнерш совершает вращение влево, и вот в этот момент что происходит чаще всего? Что у партнерши падает правое ведро, и голова идет на центр, то есть, соответственно, она просит партнера, и партнеру тяжело стартануть. Поэтому первый момент, девочки, что очень важно, ну мальчики тоже, потом будете своим партнершим давать рекомендации, правое ведро контролирует, что оно остается наверху, то есть оно у меня не задрано, конечно же, да, но оно у меня в линии с левым ведром, то есть оно главное, чтобы не упало туда вниз, когда мы доделываем левое вращение. Следующий момент, да, вот теперь, Дима, ты мне нужен. Да, я иду. У партнера... Извини, пожалуйста, я просто взял на секунду телефон, я не могу это не прокомментировать, то знаете, когда вопросы задают, да, и там пишут в инстаграме ответы, и вот меня сейчас отметили в сторис, если бы у вас было одно желание, что бы вы загадали? Ну, ответ был выйти замуж за Жаркова. И мне пишут, по-братски помогите, барышня. В общем, барышня, жди. Так, ну, все, я иду. Значит, когда вот, ну, если мы говорим про позицию 2, ты поставишь позицию партнера. Я поставлю. Вот относительно стороны, вот здесь в диагонали, да, видно, находится его кисть. Соответственно, если партнер заканчивает повторительный шаг, давайте закончим повторительный шаг, фу, вот его кисть, она все еще в диагонали. Соответственно, девочки, ваша голова, она должна быть здесь. То есть вы должны стремиться... Извини, я не делаю. Уходить в смещение. Я надеюсь, меня слышно. Ну, скажи еще раз, да. Вы должны уходить в смещение. То есть получается, что относительно партнера, да, вот, ну, сейчас, наверное, как-то лучше так вот покажу. Относительно партнера вы как будто слегка должны выезжать. Потому что если вы остаетесь строго перед ним, то как раз ваш вес головы начинает давать. То есть два варианта. Ты покажешь, да, Саня? Да. Все, сначала она была, потом я еще наполню сейчас. Значит, первый вариант. Я выезжаю за рукой партнера, получается, мы становимся... Сейчас ты выезжай, только когда я тебя виду. Она выезжает. О, выиграла. Здравствуйте. Сейчас очень хорошо. Нет, все видно. Нет, нет, ты еще раз. Она следует за моей рукой. Ты еще хочешь дополнить? Нет, я хотела второй вариант. А, второй вариант, давай. Неправильно. Когда не выезжает она. Сейчас она будет не выезжать за рукой партнера. Она будет следовать за моим телом. Плюс я сейчас не проконтролирую правое бедро. То есть как правое бедро чуть опустилось, сразу же вес тоже ушел на центр. Да, то есть мы всегда должны сохранять расстояние между головами. И надо понимать то, что, допустим, если у нас нижний центр, он всегда вместе. Второй центр, он работает вокруг друг друга, то голова, если там сказать, допустим, что это там третий центр, да, еще конечные какие-то точки, они всегда работают вокруг, по радиусу. Да, то есть если там моя голова двигается влево, ее голова двигается вправо. Тем самым мы сохраняем как раз вот этот вот объем между нашими головами. Если мы говорим про первый подготовительный шаг в сторону, то моя голова, она двигается влево, Ольгин голова, если видно, двигается вправо. То есть она в данный момент, она двигается за мной в центре, но она вес головы за мной не ведет. Допустим, вот сюда. Я чувствую, что ее вес головы вот у нас, он идет по кругу. Дальше, когда мы установим на эту ногу, вот здесь всегда у всех под проблем. Да, потому что вес головы партнера двигается, допустим, вот в ту диагональ, и партнер начинает двигаться за ним. И тут и есть проблема. Соответственно, что нам надо сделать? Партнер же должна найти себе внутреннее действие, чтобы пойти в контур действия от партнера. То есть если моя голова двигается, в данном случае, диагонально влево, назад, то ее голова для нее тоже идет диагонально влево, для нее. Это будет мое диагонально вправо-вперед. Две крайние точки. Тем самым, когда я начинаю двигаться, у меня передо мной есть свобода, куда пойти, и она мне не мешает. Потому что очень часто, что я вижу, партнеры, ну они же тоже не дураки, да, они такие, раз, замахнусь, она здесь мешается. Два, замахнусь, она здесь. Ну и дальше они выбирают себе такой выход из положения, что просто-напросто не забыть. И пойти. И в этот момент, как бы, смысл подготовить первый шаг, он просто полностью уходит. Да, потому что мы просто не подготовили. Что тут также надо понимать? Потому что, как мы говорили, нам надо подготовить следующую фигуру. Если мы сейчас говорим про правый поворот, давайте подумаем, я сейчас задам вопрос. В какую сторону поворачивается правый поворот? Правый поворот. Ну, вправо. Логично, да? Что он вправо. Соответственно, если я хочу подготовить правое вращение, я должен замахнуться влево. А в какую сторону наклон в правом повороте? Вправо, да? То есть, если мы заканчиваем правый поворот, у нас наклон вправо. Соответственно, я должен подготовить, помимо левого вращения, еще наклончик влево. Если мы говорим про первую подготовительную шагуру, ну, тут у нас особо наклона нет, что нам тут готовить? То есть, мы тут только готовим вращение вправо. Здесь я готовлю правый поворот, который вращается вправо. Соответственно, я вращаюсь влево. И в конце я готовлю наклончик, для того, чтобы у меня была правильная амплитуда свинга в течение правого поворота. Да, и очень важно тут сделать его вовремя. Опять-таки, очень важна последовательность, что сначала, когда мы встали, у нас идет вращение, а потом только наклон. Чтобы не было сначала наклона, а потом вращение. То есть, как только я встал на правую ногу, я почувствовал свою осень. Я создал вращение, Ольга ушла в противоположную сторону под весом своей головы, под моей головы. И дальше я начинаю создавать дугу в теле, влево, чтобы как раз создать окончание правого поворота вправо. Что еще очень важно, да, чтобы у вас, когда вы заканчиваете вот этот уже второй шаг на правую ногу, да, чтобы у вас оставались мягкие колени. То есть, вот сейчас, Дима, да, когда показывает, что он весом дошел до ноги, у него, получается, вытянутая штанина, да, но все равно у него мягкое колено. Потому что без мягкого колена вы никогда не запустите вес вперед. То есть, у вас как раз и получится подготовиться, только свободная нога, о чем вы говорили вначале. И вот почему очень важно то, что момент по поводу наклона, если вы сделаете наклон раньше времени, еще до того, как тело пошло, все, опять у вас пойдет нога. То есть, тело опять-таки не подготовится. То есть, колено и верхнюю часть вашего корпуса, вот линия под грудью, вы должны представлять себе, что они всегда у вас находятся в одной плоскости. То есть, что бы вы ни делали, там, вот это вращательное действие, в конце небольшой наклон, но, если вы так в профиль, да, вы где встану, по стопе у вас все равно вот эти две, как бы линии, линия колен и линия под грудью, они должны двигаться равномерно. Может быть, тоже в профиль покажет. Да, я тут хотел сказать одну вещь, то что, в принципе, мы можем, окончание подготовительного шага, если я, ну, наверное, я вот так вот скажу, да, мы можем идти больше под партнершу, можем идти больше на партнершу. В некоторых случаях так, в некоторых так. Каких именно, мы, наверное, объясним это на марафоне 15, 16, 17 декабря, который у нас будет происходить. И там мы как раз будем цвинговую плоскость, в каких случаях мы больше под партнершу идем, в каких над, мы это разберем. Потому что, опять-таки, все зависит от того, как я хочу закончить правый уповорот. Над партнерш или под партнерш, от этого зависит следующая фигура и так далее, и так далее. То есть тут такой вот, надо правильный пазл складывать из действий, чтобы хорошо движение пошло. Но если сейчас, потому что у меня попросила две точки показать, вот я встаю сюда, у меня получается растяжение наверх, я пытаюсь затылком достать до потолка, у меня идет действие вперед двух центров, и потом движение. Чтобы не было только одного действия. Или как? Ну, как правило, что нога, часть всего нога. Часть всего нога. Нога лезет, а тело не гибнет. И на самом деле тут вес. Я чувствую, как будто, знаете, вот если в теннис играть, я вот не играл, но я вижу, как играют. Я люблю смотреть теннис большой. Вот когда они подачу подают, они что делают? Они... То есть они... Не, она кричат. Ну вот... Это женский теннис, ты сможешь. Это женский теннис. Нет, конечно, можно посмотреть. Они тоже кричат. Они... Ну, мужики тоже кричат, но не так. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, примерно так кричат, не как. Но в любом случае, да, то есть у них подача идет, потому что, вы видите, они не просто сверху там лопаты машут, а они из-за спины у них это действие идет. То есть они тоже используют вес своего тела. Тут та же, когда Тацун подышал, я чувствую, что у меня, как только я пришел, у меня из-за спины идет это движение. Тогда у меня получается очень активное действие. Право поворот. Я думаю, давай, например, встали, повернулись. Встали, повернулись, наклонили и бахнули. Во, все, даже за пределы камерами бахнули. В общем, бахнули. Да. Ну, я думаю, что для первого все понятно, к примеру, да? Давайте перейдем ко второму, очень популярному тоже, началу вариации. Мы его сначала покажем. Раз, два, три. Два, два, три. Раз. То есть тогда, в принципе, без шагов. Этот вариант стали использовать на турнирах, когда, ну, знаете, там надо начать после четырех тактов вступления и просто не успели подойти, да, когда мало времени на подготовку движения. И, ну, вот, допустим, я очень долго изучал, сколько мне надо времени на то, чтобы встать в пару и начать правую поворотку. Я вот для себя решил, что для меня четыре такта это оптимально. То есть если я просчитываю, мы возвращаемся к первому варианту, вот, допустим, я слышу музыку, и мы начинаем читать. На раз, два, три, два, два, три я встаю в пару. То есть я трачу два такта на турнирах, шесть чертов, наставаем в пару. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И пошел. Да? Иногда бывает так, чтобы успеть на первый такт, нам надо чуть-чуть быстрее действовать. И особенно вот в Англии, когда там оркестр сразу начинает играть, ты, ну, просто иногда не успеваешь, там, очень так, быстрое вступление. И многие пары начали использовать вот такое, еще раз. Мы покажем его. Когда мы делаем без поддавительного шага, мы на опорной ноге делаем вращение, вращение и пошли в правую поворот. Вот тут есть небольшой секрет. Да? Потому что если мы говорим про предыдущий поддавительный шаг, у нас получается так, что партнерш постоянно находится в центре вращения. То есть я ее обхожу сначала с одной стороны, потом с другой стороны. И у меня ощущение, что я двигаюсь вокруг, ну, вот если я возьму стул, сейчас, секундочку, ну, не стул даже, давайте, там, не знаю, бутылку воды, чтобы было видно. Мне вот так надо сказать, да? Отбегу. Бутылка видна, да? Ну, так, слегка, не очень. Не очень? Ну, давай, 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 что-нибудь черное. Возьми все-таки стул, ребят. Ой, ну, давайте. Вот он стул передо мной. То есть я сейчас утрированно показываю, да? Но идея в том, что я иду вокруг, иду вокруг. То есть не просто в сторону шага, да? Вообще, я слышал в своей жизни два варианта. Третий, вот этот вот в сторону, его вообще нет. Нельзя из стороны в сторону. Это больше либо диагонально вперед, и по кругу диагонально вперед. Либо вперед и чуть-чуть диагонально назад, да? Но ощущение, что партнер двигается вот по такой дуге вокруг партнерши. И партнерша в центре стоит. То тут получается во втором варианте то, что партнер стоит на месте, а двигается больше партнерши. То есть если я даже, ну, сейчас утрированно показываю, то, что я делаю, да, со своим телом, я в ногах не делаю никакого шага. И в этот момент очень важно, чтобы, если девочка останется стоять там же, где она стояла, то есть вот Олечка сейчас встает, обратите внимание на ноги. Сейчас ты не делаешь ничего, ладно? Оставайся на них. Если она соберет ноги, я чувствую, что из этого положения я могу пойти только с ту диагональ. Иначе же просто она будет перекрещивать в моем направлении движения. Поэтому в этот момент девочка делает небольшое действие фламинго. 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 Фламинго это птица. Ну опять ты меня позорила в онлайн-рекции. Я ушел домой. Все, иди сама. Ну давай, уточни фламинго. Здорово, заживи. Смотрите, ребят. То есть если вы сейчас на Ольгины ноги посмотрите, она делает небольшую подставочку переступания, и она тогда передо мной, для того, чтобы я начал двигаться. Да, иначе мои ноги слишком в стороне оказываются. Ну да, где-то там. То есть вот тут вот, что опять-таки важно, что партнер, когда создает вот это вот вращение, чтобы он контролировал свое правое бедро, которое не вращается. Опять-таки, ребят, мы поговорим об этом очень детально на нашем онлайн-марафоне, как создавать правильное вращение. Там вправо, как вращаться влево, чтобы оставаться в балансе, потому что действие совершенно не одни и те же, и там очень много-много деталей. Но основная письма, допустим, по предыдущим шаги, что когда я вращаю Ольгу вправо, замахиваюсь ею сюда, чтобы мое правое бедро не вращалось, иначе у нее уходит ось, вокруг которого она вращается. Если мы еще раз покажем. И раз, два. Вот здесь вот у нее сейчас очень большая помощь от меня в бедре. То есть, если я сейчас попытаюсь вращение все вместе сделать, она сразу же падает. И очень важно, еще разок, оставить ей конкретное правое бедро. И после этого правым бедром я ее введу вперед, а тело мое совершает вращение влево. Вот опять мы делаем вот это вот разное, растяжение в разные стороны, для того, чтобы остаться в правильном проекте относительно друг друга. Ну, опять-таки, да, вот кому подходит, кому не подходит. То есть, настолько это зависит от того, как внутри пары, да, там у вас по росту вы сочетаетесь, там партнер сильно выше, не сильно выше одного роста. Да, то есть, кому-то этот шаг прям очень удобно делать, кому-то прям просто катастрофа. Да, поэтому это все надо пробовать, в индивидуальном порядке уже решать, кому что больше подходит действительно для набора аплитуды, да, а не просто для того, что, ой, ну это так необычно выглядит, да, давай попробуем. Вот, ну, может, оно у вас с ноги вообще, уносит напрочь, и потом, наоборот, следующие, ну, следующие фигуры, там, допустим, Лайд Фрау, очень зажатые будут. Да, поэтому это все надо пробовать. Мы, по-моему, использовали тоже этот шаг. Да, мы использовали. Потому что хотели более элегантную позицию в ногах, именно в фокстроте, мне кажется. Ой, ребят, я думаю, если вы покопаетесь в нашем видео, там, 2011 или, там, 2012 год, я просто вот, когда я не знал об этом шаге маленьком, вот, который Ольга еще доделывает, как я его назвал, фламинго. Фламинго. Ну, короче, когда мы переступали? Мы, когда, ну, это мы еще не поняли, что надо делать, я начинал таким образом. Мне кажется, есть где-то на ютубе видео, можно покопаться. Вот мне надо, допустим, наслать полуправый поворот на камеру. Да, то есть, допустим, выберем, что вот это начало длинной стороны, вот диагональ правый поворот. Ну, я вставал в пару сольгу. Просто в центр зала, вот там вот длинная сторона, в центр зала. Почему? Чтобы правый поворот у нас наслали. Потому что, когда она подходит, я уже создаю момент просто позиции, определенное обращение. Я уже стою вот таким образом. А потом, когда еще вот этот вот замах идет, если она не делает шага никакого, у меня другого шанса, как пойти сюда нет. То есть, получается, взяла, чтобы начать правый поворот туда, мне приходилось вставать лицо уже сюда. Она подошла, замахнулся, пошел. Пока мы не изобрели, то уже вот этот вот маленький шаг нам подсказали и стало гораздо не длинным. Потому что я себя на турнире чувствовал идиотом, когда ты начинаешь в одну сторону, а потом такой, хренат, и сюда пошел. Вот. Поэтому вот этот маленький шаг, он очень с ним помогает. А, надо дальше? И да, мы перейдем давайте к третьему, наверное, самый такой сейчас популярный. Вот 10-20 лет назад были популярны вот эти вот два начала. То есть, сначала, естественно, первый, потом стали использовать тот и второй. А потом была пара, которая решила начинать сверху. То есть, сейчас мы видим, что многие танцоры начинают сверху. И первый, кто это сделал, это был я. Я. Я это сделал. Ты следовала. Она смела. А я это сделал. Я это придумал. Вот. За что мне теперь очень стыдно. Потому что то, что я смотрю сейчас, все забыли про первый вариант и танцуют только вот сверху. А я придумал лажу, так что это ты? Лажу придумал, поэтому это я. Нет, на самом деле, история была такова. То, что мы как-то занимались нашим тренером с файлой сайлами, и он такой смотрит, говорит такой, блин, правый поворот, конечно, у тебя, ты двигаешься просто как монстр. Очень много. Очень круто. С подгонительным шагом, с классическим классом. Говорит, но если я сравниваю с твоим правым поворотом, когда ты там внутри в ряде, после кросс-шоссе заходишь, или с шоссе, когда сверху ты идешь, говорит, но это просто, я никогда в жизни такого не видел. То есть, никто так много не двигается, как ты. Это прям впечатляет. Вот. Но я что-то репу почесал, думаю, блин, если это настолько лучше, когда я сверху начинаю, надо это использовать. И на тот момент у нас были соперники, наши основные, великолепные танцоры, легендарная пара, Сергей Ольгин Коновальцев. И мы с ними боролись, и у нас ситуация как была. Медленный вальс выигрывали обычно мы. Там, естественно, там Серега со своей скоростью как-то ногами начинает махать, там как крутить начинает, там, ну, блин, не догонишь. Венский вальс у нас был спорный, Факстрот выигрывали мы, кикстепь, естественно, он опять начинает вот этот вот носитель свой паркет до потолка прыгать, ну, там, как ты увидишь. Вот. И потом, ну, то есть, венский вальс у нас был такой решающий танец. И потом, как-то мы потихонечку начали приближаться в танго. Я помню, что, потому что был там, допустим, вальс один с первых у нас, у него один с вторых. Танго у нас один с вторых, у него один с первых. То есть, вот так прям жестко. И я потом помню, Ольга начала биться головой в истерике в танго, да, что-то она почувствовала, стала быстро головой вращать, и мы начали потихоньку какие-то первые места отнимать у Сергея с Ольгой. И уже такой перелом. То есть, сначала там 9-2, потом 9-3, не 9-3, а 8-3, да, 7-4. То есть, начали приближаться. Я понимаю, что надо выиграть этим танецом. И все. И была мысль в том, что в вальсе надо было показать настолько, что мы лучше, чтобы уже в танго, знаете, судьи такие, блин, ну да, можно сравнивать в танго, но в вальсе эти ребята намного лучше, поэтому давайте танго тоже им отдадим. Ну, такой психологический момент, тактика, стратегия, да. Вот. И мы сделали таким образом, то, что я всегда выходил сзади Сергея с Ольгой, они вставали на паркет по праву к вороту, все начались по праву к вороту, классическим началом. А я вставал вот так вот два метра от них. Вот если мы сейчас вот здесь вот так вот. Вот представляете, вот это он Сергея с Ольгой, который делает классический поворитный шаг. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А я такой, я сзади там встал, вот так вот. Вот так вот встал, и я такой, и раз, два, три, четыре, пять. И я сразу же, уже в первом же правом повороте создавал, ну, движение гораздо больше, чем они, потому что у меня был разгон. Да, то есть я специально так подгадывал шаги, чтобы правый поворот, типа в одной линии начинаем, но из-за того, что я уже еду со скоростью, я как бы сразу же правый поворот бахал там на полтора метра больше. И, естественно, это тоже принесло успение. Вот, поэтому идея вот этих вот подготовительных шагов сверху, это было в первую очередь для того, чтобы разогнать свой вес перед правым поворотом. И если посмотреть шаги, которые я в тот момент использовал, я сделал, я же сделал лапу, как я сказал, вот это было. Вначале, очень похоже на первое действие, это натуральный чех. Натуральный чех, слепивок, и после этого у меня была вторая часть кросс-шоссе, или прессию, можно назвать, потому что это ховер-карте, ховер, и в правый поворот. Вот, то есть, если мы говорим про приоритет в каждом шаге, у нас получается здесь натуральный чех, это вращение, слепивок под себя, дальше, наклон с движения вперед в ховер-карте, я показываю партнершу, и перед собой продолжение в ховер. Тогда все движение у нас направлено вперед. Что я сейчас вижу, то, что многие танцоры, они просто эти шаги используют, не понимая, зачем, вообще, что это за шаги, то есть, начинается уже вот что-то вот такое. Раз, два, три, раз, два, три, и смысл в чем? То есть, мне надо двигаться вперед, да, я двигаться должен вперед, разогнать до себя, вес сзади. То есть, это все равно, что давить на газ и держать ручник одновременно. То есть, ну, две силы, которые противодействуют друг другу. Поэтому, конечно же, сейчас уже, я там видел, начинаю чуть-чуть не сэйфинг-ланч, в эти штуки заходят. Без проблем. Да, кто-то начинает делать здесь наклон, через ролловое действие, тоже без проблем. Но основная идея, это, чтобы двигаться вперед, чтобы подготовить свой там правый поворот, или там, не знаю, шаг-перо, или там, право-проходящий поворот. Но это подготовка движения вперед, а не в коем случае не назад. То есть, девочки, да, вот если вы создаете какое-либо растяжение здесь, ваша задача, в первую очередь, в верхний центр, не убрать от партнера. То есть, если мы с вами делаем там тот же натуральный чех, если вы уйдете здесь в большой шею, то дальше, в принципе, единственный вариант идти ногами под партнера, и вы не сможете уже восстановиться перед правым поворотом. Да, то есть, если еще раз, сейчас, что поместиться, я ушла в большой шею, и дальше у меня ноги-ноги, и потом уже на повере я чувствую, что все, плечи, они меня тянут назад. Поэтому, когда вы там берете натуральный чех, ваше растяжение, оно ограничено растяжением ваших внутренних мышц. То есть, вы должны все равно максимально удлинить центр и только потом уйти в свой шейф от второго центра. То есть, здесь еще разочек сделаем вместе. И тогда дальше, ну, когда видим в шагах по последующим, у вас всегда будет возможность ноги чувствовать, что они у вас все-таки за корпусом, а не под корпусом партнера. Да. А сейчас также популярно, когда начинаем просто с шага как замах и пошли вперед сразу. Вот тут тоже надо понимать, что это левое вращение и очень аккуратно надо с тем, чтобы партнерша не перегрутить. То есть, если мы делаем одна из разновидностей этого третьего варианта, когда делают как яички сразу просто раз, два, три. Вот тут очень важно понимание того, что за фигуру мы-то отсуним. Первый шаг мы создаем позицию оверсвей. Оверсвей это вообще променадная позиция. То есть, когда начинали танцевать оверсвей, они шли вот так. Здесь променадная. Раз, два, и такие опа. И останавливать. Потом один известный мужик, Бил Ирвин, он ее перекрутил и получил сфуру в эту сфу. Да, но вот это было просто оверсвей. То есть, что нам дает эта информация, что оверсвей это променадная позиция. И когда мы делаем этот подгодавительный шаг через оверсвей, как заман, то тут надо понимать, что не партнерша вокруг партнера вращается. Да, вот отсюда я ее уже не выгоду. я от нее больше отворачиваюсь и создаю свою телепроменадную позицию. То есть, если мы сейчас ставим столько просто, соберем ножки, поменяем наклончик, это будет променадная позиция. Ну да, тут больше даже вот левая сторона к правой стороне партнера. Ну, я даже чувствую свою правую сторону где-то к центру, я убираю ее очень сильно вот этот вот свой центр, чтобы была правая сторона. что очень часто партнер делает наклон, но при этом оставляет с ней такое же соединение в закрытой позиции. А то есть, получается, голова падает на партнершу и она опять прогибет, из которого потом уже очень тяжело стартануть наверх. И это действие, этот шаг, он диагональный назад, да, то есть, он не в сторону. Он диагональный. То есть, я надеюсь, это видно в камере. Когда мы делаем шаг, я диагонально назад, а после этого у меня выход на ковер, это диагонально двигаться вперед. Тогда у меня как раз есть вот этот вот разгон для того, чтобы начать активно двигаться вперед. И я думаю, что мы закончим тем, что, так как Ольга вначале сказала, сейчас очень много фигур, которые, ну, раньше надо было начать только с правого. Нет, вариантов начала. Да, вариантов начала, то есть, раньше, раньше, вот правого. Сейчас мы видим на паркете, в принципе, да с чего угодно можно начать, как итог, да. Это и хорошо, и плохо, но если делать, то надо делать хорошо. Вот допустим, если, ну, давай, наверное, наши тоже. Мы иногда начинаем со спин-поворот. Спин-поворот это вращение вправо. То есть, если я стою, у меня вращение вправо, для того, чтобы подготовить спин-поворот, мне надо повернуться влево. Если я подумаю о том, а на спин-поворот, у меня шаг вниз, тогда мне надо подняться чуть-чуть наверх. Спин-поворот, у меня наклон влево, да, то есть, если просто ты начинаешь анализировать фигуру, с которой ты начинаешь. Спин-поворот, вращение вправо, снижение в первый шаг, и наклончик будет влево. Да, вот это вот, вот это вращение влево. То есть, мы должны в противоположной последовательности, а все действия сделать в другую сторону, на подготовительном шаге. То есть, если у меня, еще раз, вращение вправо, наклон влево и вниз, соответственно, я начинаю подниматься наверх, вращаться влево и наклоняться вправо. Тем самым, я создаю правильный замах перед своей фигурой, которая у меня идет. Ну, в данном случае, у нас это спин-поворот. То есть, если вончик встанет, то я вот так, наверное, встанет. Я надеюсь, это будет видно. То есть, нет, давай, вот так, таким. То есть, сваливший рел. Отсюда, если встать, я начинаю подниматься наверх, вращаться влево, наклоняться вправо и это хорошее подготовительное действие для моего спин-поворота. То есть, я подготовил все плоскости для того, чтобы хорошо начать фигуру. Я замахнулся в правильный направлении. То есть, ребята, ну, наверное, основное, что мы хотели сегодня донести, что подготовительные движения, да, то есть, это может быть подготовительный шаг, это может быть без шага, какое-то подготовительное действие. основная задача подготовить вашу амплитуду для начала движения, да, вашей хореографии. То есть, делать шаги просто для того, чтобы это выглядел более интересно, да, ну, это, конечно, все с опытом приходит, это может быть сразу так, ну, только еще там начинающим танцором, там, может быть, юниором, всегда интересно попробовать какие-то новые движения, просто потому, что до этого я их никогда не пробовал. но постепенно, когда, да, вот у вас уже мышечная, ну, мышцы появляются, вам уже есть чем заполнить ваши движения, вы, конечно, все будете чувствовать, ну, как раз по-другому в плане амплитуды, то есть, когда создается амплитуда, и когда вы можете использовать ваши мышцы на этой амплитуде, и когда это, ну, так скажем, немножечко в холостую ногами, вот, поэтому пытайтесь для себя, ну, наверное, пробовать все варианты, да, и уже выбирать непосредственно тот вариант, который подходит именно для вас, как раз вот для того, чтобы создать наибольшую амплитуду, в которой вы можете как раз и больше разогнать вес, и больше потом сработать, может быть, мышцами вокруг позвоночника, то есть, это, конечно, ну, на самом деле, очень-очень сильно помогает в танце, и мы дали вам несколько вариантов, чтобы, опять-таки, не ставить вас в какие-то рамки, чтобы вы всегда могли, ну, иметь выбор, с какой фигуры начинать, да, потому что сейчас, когда бывает там на парке эти по 16 пар в заходе, вот, конечно же, очень важно в первых турах не потеряться, и быть так прикованным, ага, так, у меня начался последний шаг с полправа, конечно, это всегда немножечко, ну, проблематично, потому что, если это финал, конечно, конечно, да, даже полфинал, там, да, там, когда есть возможность с места, но в первых отборочных турах мы не должны зацикливаться, как мне кажется, на своей хореографии, вот, у меня есть начало, я вот так, да, и вы встали, около вас 12 пар, и вы просто не получили кресты, потому что вас не видно, поэтому, как партнер, конечно, я даю совет пробовать, начиная с разных кусков своей хореографии, это, конечно, должно быть натренировано, не так, чтобы завтра пришли на турнир, сказали партнерше, опа, я тут лекцию Жаркова, с Куликова послушал, сейчас начнем мы вот с тобой отсюда, менюшок. Нет, конечно же, любая импровизация это хорошо подготовленное действие, и если там партнер высокого уровня, он может действительно начать с любого куска партнерша послушает, то, допустим, у пар, которые только еще развиваются, обязательно должен быть платный, если, допустим, мы начинаем с длинной стороны, то мы начинаем вот так-то, если начинаем с короткой, начинаем с такой-то фигуры, и партнерша, тогда уже готова, если партнер ведет ее на длинную сторону, он знает, с чего они, собственно, начнут, и как они подготовят свое движение. Да, но, как вы, наверное, услышали сейчас, то, что очень важно понимание того, зачем мы это все делаем, для чего мы это все делаем, и последовательность действий, потому что, ну, внешняя картинка, которую мы видим, да, вот опять, вот мы придумали, как я сказал, вот этот третий вариант, сверху начать, был смысл этого первого, я вам рассказал, ради чего все это делалось, да, и когда мы видим, что с годами уже, как испорченный телефон, дошло все это совершенно немножко до абсурда, да, когда обратное какое-то действие идет, конечно же, это не дает никакого вам преимущества, о чем мы как раз хотели поговорить, что важно начинать фотографию, чтобы у вас было преимущество перед другими парами, да, и, конечно, вот технические, механические моменты, иногда то, что мы смотрим снаружи, это не всегда так происходит внутри, и тут, наверное, мы на... Так, и сейчас мы отвечаем на вопросы. На вопросы. Знаете, что у нас тут есть? Давай посмотрим. Так, 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 ой, много всего, много всего. Я потерялся. О, вот, вот здесь, наверное. А можно, пожалуйста, подробно о слепиводе, пивоте, наверное, в Жарков-стайл-варианте? Это что такое? Жарков-стайл-вариант, это что такое? А, ну, это подготовительный шаг. Подготовительный шаг. Ну, давайте я быстро тогда объясню покажу. Я думаю, у меня... Я покажу, смотри, смотри. Да, 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 держи. То есть... Оля, ты мне мешаешь. Понял. Вот, то есть, смотрите, вот, что здесь значит слепиводит. Вот здесь мы сделали натуральный чек, да, то есть нога левая идет немножко диагонально вперед, неровно в сторону, потому что мы создаем вращение. Дальше, во время слепивода, что такое слеп? Слип – это действие вращательное стопы. Пивот – это когда есть подкручение, что-то теперь в конце. У нас здесь, как таково, честно, есть слеп, но практически нету пивота. То есть мы не перекручиваем все в это направление, то есть мы создаем просто слеп, и очень важно, чтобы это движение не сильно вело вас назад. То есть я, если создаю здесь вращение, создавая слепиводит, я продолжаю двигаться в то же направление. И уже от ноги начинаю двигаться дальше. Так, чтобы не было вот самое ужасное, что я вижу, это вот когда вот отсюда раз-два и начинают назад заваливать и уже просто не идут вперед. То есть очень важно после вот этого вращения, когда у меня спина направлена туда, куда я сделал шаг, да, то есть я сделал шаг влево, и после этого вращение создал, У меня спина находится как раз вот в пролету от душа. Слип туда же идет, и после этого перед собой диагонально вперед я двигаю партнер. Ну вот сразу же давай еще по поводу каких-то, когда это шаги в Ленском вальсе можно использовать. Сейчас. Не, ну подожди, ну давай по очереди, иначе мы потеряемся. Нет, вот. Какой из приведенных вами... Мы так стоим с тобой одними местами? Не очень красиво. Какой из приведенных вами вариантов начало хореографии более удачный для первых отборочных туров? Вот тут советуйте с тренером. Я считаю, что все равно самый правильный, самый классный это первый вариант. Но также надо понимать, что в толпе надо выделяться. И конечно сверху движение гораздо сильнее и активнее смотрится, или там если вы начинаете где-то середину хореографии, чтобы не начинать в толпе, тут очень индивидуально вы должны для себя, наверное, сделать несколько начал вариаций в каждом танце, чтобы наиболее выигрышно выглядеть на паркете. И ориентироваться уже, ну как бы по ходу. Вот. Если не получается встать быстро и в то же время спокойно в пару, можно ли сделать сначала отдельно, параллельно друг от друга, и затем в действии встать в пару и продолжить хореографию? Не совсем понимаю вопрос, если честно. То есть каждый сам свое какое-то действие сделал и пошел. Ну, тут вот уточнить хочется, не совсем я понял. Ну я так понимаю, что ли в танце уже вставать? Ну вот я тоже сначала так понял. Что касается, если в танце вставать, это вот всегда такой стремный вариант, потому что тяжело найти общий центр хорошо. Я вам так скажу, если бы финалисты чемпионата мира по взрослым, можно. Если вы еще нет, то нет. Потому что очень важно встать хорошо, почувствовать друг друга, и потом уже начать двигаться. Потому что когда начинается вот так вот сходу что-то, очень легко потерять общий центр и до конца варианта просто мучиться. Ну, даже его не найти. Не найти, да. Будут домашние задания для пары, для одиночек? Будут. Сколько стоит марафон? Только что вот показали. 2,490. 2,490, да. Да, и лекция, запись лекции идет в подарок вот этой. Какие подготовительные движения можно использовать в венском вальсе? Мое сугубо личное мнение, венский вальс вообще не надо ничего другого использовать, кроме правого и левого поворота. Это вот мое мнение. Вот, ну вот хотя бы, да, правый поворот. Ой, простите. Вот тут, в принципе, это называется как замах левый ланч. Когда мы замахиваем левый ланч и начинаем движение. Также можно использовать через оверсвейс сверху, но мне этот вариант гораздо меньше нравится. Потому что мы обсуждали, как разновидность третьего варианта в этом ушах, когда раз, два, три, два, два, три. Но мне кажется, венский вальс лучше не стоит. То есть все-таки классический начал, это когда партнер двигается чуть-чуть назад, создает левый ланч, что является замахом движения вперед. Да, то есть такое классическое тоже начало. Так, давайте дальше. Вот, значит, пишут. Ну, я Никитину за это вставлю. Женя Никитин немного по-другому танцует первый вариант дает левого шага и другие пары тоже. Он начинает делать свои раньше, можете объяснить этот вариант. Ребят, честно, началось с карантина, он, значит, насмотрелся барики, то, что барики там создают большую амплитуду, вот, и приходит в зал, как бы урок с Ольгой, первый после карантина, приходит, я вот так вот здесь покажу, и такой начинает. Ольга ему такая, молодой человек, а вы что делаете? Вы что творите-то? Он говорит, да я пытаюсь почувствовать свободу, я пытаюсь почувствовать свободу. Вот такой он стоит, вот. Ну, Ольга такая, ну ты кривой, ты просто кривой. Вот, но так как после этого еще я за дело взялся, потому что я знаю, что Жене любую идею, ну, надо дать время, чтобы довести ее до конца. А идея там такая, что он пытается почувствовать амплитуду во всех плоскостях, да, то есть он начинает, грубо говоря, опять подготавливать подгодавительное движение, то есть если у него наклон в правом повороте, в правом повороте наклон вправо, соответственно подгодавительное шаге наклон влево, соответственно подгодавительное шаге подгодавительного шага он делает наклон вправо, да, то есть у него получается как свинг левой стороны вперед, и здесь свинг правой стороны вперед, вот. Я вам честно скажу, ну, когда я уже ему там стал объяснять, давай, я не против этого ничего, ты, главное, все от низа начинай, а не просто там верхом болтай, да, вот эта вот макаронина, вот. Стало уже хорошо, и в принципе ему сейчас это подходит. Сказать, что это неправильно, нет, я не могу. Но тут очень важно опять последовать из действий, это индивидуальный момент. У него сейчас это выглядит прикольно, и ему это помогает двигаться. Если я беру пару «Дети-2», нет, нельзя. Так, дальше. Будет ли запись сегодняшней лекции? Не будет. Она будет только для тех, кто купит марафон сейчас. Сколько места понадобится для домашнего задания? Просто у нас закрыты все залы до конца месяца. Немного, на месте. Мы постараемся, ребят, всегда придумать задания, чтобы могли сделать в парах, могли по одному, и могли на небольшом пятачке те, кто дома, кто не может входить в зал. А тот, кто уже купил, там подарка и записи не будет? Ну, мы этот вопрос уточним. Напишите, пожалуйста. Нашим менеджерам, да. Я думаю, что уже решат вопрос. В общий чат напишите, пожалуйста. Ольга, какой у вас рост? Метр семьдесят три. Это если не растянулось. Спасибо большое. Т9 подвел с пивотом. Хорошо. Расскажите, пожалуйста, подробно про натуральный чек. Сходство и развитие с контр-чеком. Это вообще разные фигуры. Контр-чек это... Контр-чек это... Вот это фигура. А натуральный чек это когда мы идем вокруг партнерша. Знаете, вот часто, вот раньше я с вами был модуль, правый ланч и выход с натурального чека. Натуральный чек входит в группу трех фигур. Натуральный чек, спейниш-дрэк и бэк-карте. Если быстро развитие, натуральный чек, шаг левый ноги делается диагонально вперед, чуть-чуть диагонально вперед, и приоритет это вращение. Спейниш-дрэк ровно две стопы на одну линию. Ровно на одной линии две стопы, и приоритет смещение. И бэк-карте это бэк, да, назад, диагонально немножко назад, и приоритет это шею, растяжение. Так, можете еще раз показать третий вариант, пожалуйста. Ну, можем, да, сейчас. Покажите третий вариант еще раз, пожалуйста. Ну, давай, покажем. Так, я подальше отдаду, чтобы поместиться. И раз, два, три, два, два, три, раз, два, три. Кстати, неплохо получилось. Прям, может быть, даже вернуть нам это начало. Хорошо. Цена марафона за каждого ученика и за пару? За участника? Да, за участника. Лекция, как всегда, огонь, да вы сами огонь. Спасибо, ребята. Так, подойдите на шаг к фикстепе. Первый вариант лучше исполнить на два быстрых восьмерки или на одну. О, вот тут вот, вот смотрите, в фикстепе тоже, если на одну, то есть если это сделать на один такт, да? Раз, два, три, четыре, нереально. То есть лучше делать раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Либо вообще еще дольше, да? Либо делать второй вариант. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Либо можно сверху уже начинать, допустим, через шоссе. допустим 1 2 3 4 5 6 7 8 очень важно чтобы успеть и не было суеты так чем отличается шаг в фикс-тепе много только что поговорить как раз в фикс-тепе с тобой когда с полправа начинаем мы начинаем на одной ноге да на одной ноге начинаем второй вариант олечка сегодня шикарная она всегда шикарная где найти информацию по исполнению фигур которых нет гайфа говарди собирать по крупицам сейчас очень модно есть такие фигуры которых нет в книжке да очень модно берешь одну фигуру вторую и их там миксуешь непонятно что получается в первом варианте шаги одинаковой длины или какие-то короче вы имеете ввиду из стороны в сторону да вот который первый вариант но смотреть тут по сантиметрам не замеряешь но партнерша явно второй шаг делает меньше то есть если первый шаг она за мной следует то второй шаг когда вокруг нее сильно еду она уже больше внутри вращения в принципе я все успел ну да как долго вы стоите в паре столько не живу 2 года 18 лет 9 декабря 9 декабря у нас 9 у нас пробы 5 декабря первые были вчера у нас было 18 лет совершеннолетия ой хорошо что вы вопрос задали 8 по 9 числа мы оформились до 18 лет 9 декабря блин надо отметить на латиноамериканской программе но в европейской программе конечно успех прямо пропорционально количество протанцованного времени вместе потому что вы начинаете уже друг друга как вторую кожу чувствуете это очень важно для ощущения одного целого спасибо 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 ребят всем большое спасибо надеюсь успели вам что-то там ответить ждем вас на марафоне да надеюсь вам сегодня понравилось с нами всегда круто пока пока всем ребят пока пока